Крыши текут, ветхое жилье разваливается, в подвалах не делают ремонты. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Погорельцы по соседству. Состояние подъезда после пожара в одной из квартир беспокоит жителей не первый месяц. Горела вот эта квартира. Задымление шло отсюда. Очень сильно пострадал. Первый этаж, второй этаж и третий. А это соседний дом. Здесь не было возгорания, однако из-за протекающей крыши у жильцов проблемы с электричеством. Мы три года уже без света живем. У нас одни переноски по всей избе. Как затопило, так и до сих пор. А потому что как делать сейчас ремонт, если сейчас опять на чушь и все потечет. Для этих жильцов запах гари – дело привычное, как и черные следы на стенах всего подъезда. Последствия пожара во снемесячной давности, с которыми жителям самостоятельно, без помощи управляющей организации, справиться сложно. Ранним утром 9 декабря 2022 года в квартире этого дома произошел пожар. Последствиями жители любуются до сих пор. Была попойка, они загорелись. Двое убежали, один остался. Он пострадал, потом в реанимации лежал, потом оклемался. И вот потерялся. Не отвечает ни на звонки, ни на какие, ничего. В подъезде в нашем живут много детей маленьких. На 4 этажа, на 5 вернее. Человек, наверное, 6-7 детей. Естественно, напоминание, потому что испугались лично мои дети. И это им напоминание постоянно. Кстати, спустя 8 месяцев в подъезде витает запах гари. А у кого-то и в квартирах, жалуются жильцы. Вот это все, температура отшелкнулась. Тут все было черно. Мы сами заказали, ну, утье подъезда, заплатили компании. То есть вот они даже не могли отмыть вот этот копоть. Она говорит, она не отмоется до конца. Ну, без ремонта никак. Если бы это было маленькое затымление, мы бы, конечно, своими силами все это отмыли. Виновником торжества признали хозяина квартиры 22. А жильцы ждут, когда же управляющая компания разыщет и взыщет с него долг. У нас же там есть виновник. Мы потом к этому виновнику будем обращаться, пытаться взыскать с него претензию, то мы ему написали. Если он в добровольном порядке не отдает, то мы будем в судебном порядке с него взыскивать. А пока виновник не отзывается на претензию от УК, текущего ремонта подъездов как не было, так и нет. Нет и денег, говорит УК. Тариф 11 рублей, суммы 18 тысяч в месяц маловато. Однако варианты есть. Вариант был такой. Или они поднимают тариф, и мы копим деньги на ремонт этого подъезда. Причем там же не только в этом делать, там и в первом уже сроке подошли, нужно делать. Или мы там с текущего содержания копим, им выдаем 15 тысяч, а за остальное они вкладываются, как это часто бывает, и делают ремонт в своем подъезде. Кстати, ремонт в подъезде – проблема не единственная. Это все по всей стене. Шкаф там он внутри, просто весь стенка мокрая. Светлана с семьей живет в этой квартире с 2011 года. Трое детей ежедневно дышат плесенью. Вот это уже утепленное, все там пропенено. И с этой стороны, и с той стороны. Вы пенили сами? Мы сами пенили, сами два раза уже делали ремонт здесь. Последний раз, по-моему, 6 лет назад. Ну, то есть это все возвращается. Тут если вот это все поднять, то там все вот это утеплителем, видите? Вот это все утеплитель. А пока жильцы ищут компромиссы с управляйкой, совет эксперта остается прежним. Все в руках жильцов, а управляющую организацию можно сменить. Когда они пришли к власти, наша компания управляющая, они прям обещали, если вы к нам перейдете, мы вам вставим пластиковые окна сразу. Прошло 8 лет, вот они, наши пластиковые окна. Причем они же территориально нам довольно неудобные. Приходил совет дома, тогда председатель совета дома, они уговаривали нас взять. Мы, собственно, не хотели, потому что нам очень неудобно было. Тариф на тот момент установили 11 рублей. Ну, какие пластиковые окна? Ну, реально-то вы посмотрите. Когда в доме течет крыша, жить в нем не сладко в любое время года. И если с потопами жильцы сражаются с помощью тряпок и тазиков, с угрозой короткого замыкания жизнь становится небезопасной. Вот кухня. Все. Как текло, все так. Вот холодильник не стоит. На одну фазе живем. А это соседний дом на 6-й Нагорной под номером 11-Б. Галина Чума живет здесь с 86-го года прошлого века. Течь кровли – дело привычное. Но проблемы с электричеством доставляют много неудобств. Все по переноскам, да. Ну, как вода потекла, вот сразу попало все. И выключилось электричество. Живу сначала в заселении дома. Вот тоже, значит, они как делают. Вот крыша бежит, начинаем возмущаться, писать заявление. Они приезжают. Гудроном залили маленечко. Вот. И все. Начинается весна, начинается таяние снега, начинают, приезжают долбить, долбят. Все опять начинается. Опять начинаем. Опять они, значит, приезжают, заливают немножко гудроном. Год-два держится. Потом опять. Жительницы пятого этажа обращались в суд за компенсацию ущерба. Тогда домом управляла другая компания. Мы судились с ними. Подали в суд. И у нас, вы знаете, уже, наверное, года три прошло. Суд выиграли, а деньги нам не могут выплачивать. Но сейчас нам та компания по суду начала немножко выплачивать. Все та же управляющая компания «Возрождение» обслуживает и этот дом. Уже три года. В 2020 году экспертиза показала, что крыша подлежит только капитальному ремонту. Однако он запланирован только на 26-28 годы. Вот этот латочный ремонт, он только ест деньги, но он не дает эффекта, пока не будет сделан капитальный ремонт. Что мы сделали? Мы провели собрание и решили просить комитет жилищного хозяйства перенести на 24-й год. На тот момент подняли мы взнос на капитальный ремонт, но в связи с изменением и повышением цен, изменением предельной стоимости работ, выяснилось, что этих денег уже не будет хватать на ремонт крыши. Поэтому мы опять говорим жителям, уважаемые, для того, чтобы вы попали в капитальный ремонт, вы должны поднять взнос до 14 рублей. Жители также обеспокоены состоянием детской площадки и подъезда. За наш счет были сделаны подъезды, косметический ремонт лет 15 назад, если я не ошибаюсь. С этих пор, лет с 15 назад, ни одной управляющей компанией, в том числе и этой сейчас, которая в данный момент возрождение, не делается абсолютно ничего. Ромазали вот это вместо ремонта и все. На этом успокоились. И были судебные приставы, куда они смотрели, не знаю, и кто за это должен отвечать. Во многих подъездах окна разбиты и дыры вот такие, из-за которых, естественно, коммунальная платежка вылазит еще в три раза. По словам людей, управляющую компанию не устраивают должники, и они просят повлиять жильцов на соседей. Однако те считают, это не их обязанность. Она сказала, нет, я ей что, по башке должна отвечать? Простите. На нету суда, нет. На это есть практически органы, которые должны управлять. Мы вообще не реагировали. Все были новенькие, когда приехали, мы их вообще не знаем. То есть вы с кем-то общались все-таки, да? Да, конечно. Да, конечно. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова